Просто познакомился не с той компанией. Я понимал, что не хватает денег. Мне сказали, что есть возможность, но она не совсем легальная. Пошел даже не вдумывая, потому что я понимал, что там легкие деньги. Добрый день, меня зовут Денис. Я отбыл наказание в исправительном учреждении открытого типа. Я воровал то, что не принадлежало мне. Мне казалось, что останется все безнаказанно. Мне казалось, что это так и должно быть. Но по факту в один из дней остановились на остановке, зашли в магазин. И в тот момент, когда я выходил из магазина, просто приехало 2-3 буса, и нас заломали. И именно вот этот момент, когда нас просто ткнули мордами в пол, это, наверное, не забудется никогда. Почему? Потому что тогда ты испытываешь все те эмоции, и у тебя буквально там за долей мгновения пролетает мысль, а стоило ли оно того, чтобы сейчас лежать с сном лицом в земле. Лишился родителей в очень юном возрасте, где-то в районе 4-5 лет. Попал в детский дом. И это, наверное, самое яркое, самое грустное воспоминание, которое есть. Приехал инспектор, приехала с соц.опеки, и просто сказали, вот, сходи в душ, мы с тобой сходим, прогуляемся по улице. Ну, даже вот попав сразу в детский дом, постоянно убегал туда, возвращался домой, и меня все равно забирали, и я возвращался домой, и для меня было, наверное, счастьем находиться, ну, рядом с матерью, какой бы она там ни была. Да, она выпивала, она, ну, вела моральный образ жизни, но в то же время она давала все то необходимое, что, ну, как бы требовалось. У меня была цель, ну, я узнал, что есть такое заведение, как МЧС. Цель просто попасть туда, просто вырваться с этого места, где тебя никем не считают, где ты просто морально огниешь. Попасть в то место, где с тебя могут действительно сделать человека. Женился я в 19, и ребенок появился в 20. То есть второй, сейчас, в 2018 году, то есть два года назад. Ну, закончив МЧС, пошел интересоваться за работу, кем я могу работать, какую я могу среднюю заработную плату иметь. И я понимал, что 400 рублей не хватит, чтобы, ну, содержать семью, чтобы что-то иметь и чтобы дать что-то ребенку. Поэтому решил сдавать на права и идти на фору работать. Я вот работал на обычном грузовике, развозил продукты по магазинам. И, ну, так же получалось и 400 рублей. Но меня мотивировало то, что пройдет два года, и я смогу все-таки сесть на фуру и зарабатывать куда больше, и, ну, уже содержать и обеспечивать семью. И в тот момент, когда работал на грузовике, я понимал, что не хватает денег. Постоянно какие-то, ну, семейные конфликты, постоянно какие-то ссоры. Хочу где-то подзаработать. И вот, ну, мне сказали, что есть возможность, но она не совсем легальная. Ну, точнее, она вообще нелегальная. То есть вот эта вот наклонная. Ну, мы находили, в первую очередь, заброшенные здания, заброшенные склады, заброшенные какие-то помещения, в которых находилось железо. То есть мы брали вот это железо и сдавали на металлолом, тем самым получая хоть какие-то деньги дополнительные. Да, потом я вот сел на фуру работать, пошли хорошие деньги. И, ну, в свою очередь, просто захотелось все и сразу. Понимая, что ты получал там 200 долларов, условно говоря, а здесь ты получаешь уже 1000 долларов. Здесь ты видишь мир. И просто захотелось, ну, ездить по миру, и смотря, как живут люди, захотелось вот жить так же хорошо, как живут, ну, многие люди, которые, конечно же, ну, чего-то добились, чего-то прошли. Но мне в своем возрасте уже хотелось это на начальном этапе. Был большой заработок, начались клубы, началась выпивка. Ну, и вот так вот как-то потерялся у меня. Когда я начал заниматься этим преработком, супруга мне говорила, подумай, остановись, зачем тебе это нужно? Вроде неплохой человек, у тебя есть работа, у тебя есть замечательные дети, у тебя есть я. Ну, огромнейшее сожалению. Огромнейшее сожалению, что не рассмотрел всех людей, тех людей, которые не поднимают тебя вверх, а наоборот, тянут тебя ко дну, к самому дну. Вот вы украли железо, а там пропал металлический, допустим, контейнер. Значит, это вы, потому что у вас идентичные преступления. То есть, и были под намеки того, что ты скажи, вот, что это ты сделал, тебе все равно, как бы, тут, ну, что тебе терять? Все равно будет судить тебя по одной статье, а срок от, ну, от количества эпизодов не увеличится. То есть, будет все равно одно наказание, но не важно, сколько ты совершил. И вот это, наверное, самое страшное, когда тебя просто давят и подводят к тому, чтобы ты взял даже то, чего ты не делал, совершенно не делал. И когда перед тобой открывают двери, ты видишь просто коридор и железные двери. Это, наверное, самое страшное, что может быть в жизни. Супруга подала на развод. Вызвав меня на очередной допрос, мне просто дали прочитать. Вот, возьми, посмотри, от тебя даже семья отказывается. Ну, на меня, наверное, тюрьма оказала самое печальное впечатление. Там просто относятся, вот ты попал, значит, ты уже не человек, значит, тебя можно гнобить, значит, ты будешь делать то, что тебе скажут. Ты не можешь вообще первое время, ты даже не можешь уснуть, понимая, где ты находишься. В итоге, в момент, когда у меня был суд, меня выпустили из зала суда, потому что, ну, назначили наказание видя ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Пустая неделю, вот, подъезжая к самой химии, видя забор, видя колючую решетку, первое впечатление, наверное, было о том, что я возвращаюсь в тюрьму. Нет, я скажу, что химия – это довольно серьезное учреждение. Почему? Потому что это то же самое, что и тюрьма. Там точно такая же решетка, там точно такие же колюча-проволока, там точно такие же заборы, там точно такие же комнаты, только за исключением того, что ты можешь передвигаться между комнатами и общаться с теми людьми, которые также осуждены. Там нет конкретных разделений, допустим, ты там обиженный, либо ты там петух, либо еще что-то. Там есть, допустим, тот, кто морально слаб, и тот, кто морально сильный. Те, кто морально сильный, они общаются, грубо говоря, между собой. Администрация пытается создавать вид, наверное, в первую очередь, что она относится к себе, к человеку, что она стремится к тому, чтобы ты исправился как личность. На самом же деле там все совершенно не так. Чтобы решить какой-либо вопрос, ты можешь подойти 20 раз, тебе скажут, ну, может быть, ну, подумаем, ну, рассмотрим. Но на самом деле этого не происходит. Тебе говорят, а что ты сделал для химии? У тебя же есть выходной. Вот в этот выходной ты должен там красить стены, ты должен там вымыть что-то, какой-то пол помыть, или, ну, сделать то, чтобы это было заметно. Для того, чтобы тебя рассмотрели на комиссию, у тебя должно быть ходатайство. Ходатайство – это, то есть, бумага, в которой прописано, что ты в чем-то помог или что-то сделал. Ввиду того, что, ну, я занимаюсь плиткой, там, ну, отделочными работами, я помог счастью, там, плитке и ждал комиссию. И вот, когда я понял, что на комиссии это просто тебе ездят по ушам, на самом деле, ну, не будет так, как тебе преподносят, я перестал вообще что-либо делать. Это был единственный случай, когда я что-то сделал и увидел, что за то, что ты делаешь, тебя все равно не поощрят, тебя не простимулируют, и тебе не дадут, ну, стать человеком. У тебя есть другая альтернатива – это приходить и сдавать тех осужденных, которые находятся с тобой рядом, либо говорить за тех людей, которые находятся на воле. И конкретно такого, чтобы знали, что вот он ходит и сдает, такого нет. То есть это все делается втихую, это все делается так, чтобы никто не узнал, даже само руководство ходит улыбать и говорит, что здесь половина таких. Именно в момент, когда тебя зовут в кабинет, и ты просто говоришь, знаете, я не готов разговаривать о каком-то, либо о чем-то, тебе говорят, ну, а что, ты хочешь нормально досидеть или нет? Ты же понимаешь, что, ну, будет какой-то момент за тобой, на тебя никто не закроет глаза. То есть три нарушения, ты уедешь в соседнее помещение, это в тюрьму. Я скажу по себе, что на химии я не верю ни одному человеку. Именно действительно не исправляет. Она просто показывает то, как может быть, если ты оступишься еще раз. То есть будет решетка, будет колючка, будет опять вот это моральное давление. Ну, нет никакой конкретики, нет вообще никакого понимания, нет никакого человеческого отношения. Ты вот просто осужденный, значит, до того момента, пока ты не освободишься, ты такой, и к тебе, ну, можно относиться как угодно. Ломает человека, ломает как личность. Я считаю, что да, меня посадили за дело, я заслужил это наказание. Если бы не случилась такая ситуация, чтобы я попал сюда, могло быть все еще намного печальнее, намного хуже. Почему? Потому что я не смог бы остановиться. Я не знал предела, вот, не знал конечный точек. Когда уже все, конец. Просто, ну, у меня вот есть своя квартира, просто хочется прийти, и первым же делом позвоню, порадую детей, съезжу на рынок, куплю какие-то там вкусняшки, куплю какие-то машинки, какие-то подарки, поеду, и как бы там ни было с супругой, хоть мы сейчас, ну, в развозе, приеду, побуду с детьми, проведу вот эти моменты, и наслажусь тем, что я смогу быть рядом с ними. Субтитры создавал DimaTorzok